Более 80 человек собрались во дворе эколого-биологического лицея, чтобы внести свой вклад в увековечение памяти героев Великой Отечественной войны. Среди присутствующих воспитанники образовательного учреждения – педагоги, волонтеры, ветераны и представители органов власти. Сад памяти – это патриотическая, экологическая акция. Очень правильная, потому что не зря говорят – посади дерево. Это, наверное, один из результатов добрых поступков в жизни. В этот день сад лицея пополнили 35 саженцев берез и тополей. Один из них вместе с ветераном Великой Отечественной войны, труженицей тыла Мария Ивановна Ротваль, посадил глава региона. Это 27-миллионное дерево в рамках акции «Сад памяти». Давай проверим. Будем засыпать, да? Свою лепту традиционно вносят и депутаты Магданской областной думы. По словам заместителя председателя ЗАГС собрания Виктории Голубевой, это мероприятие сегодня особенно актуально. Ведь помимо того, что оно дает возможность почтить память павших героев, это еще и забота об окружающей среде. Надеюсь, что те ребята, которые сегодня принимают здесь участие, которые сами будут сажать эти деревья, безусловно, придут домой, будут говорить о том, в какой акции они приняли участие. Поэтому частичка памяти о каждом погибшем, безусловно, сейчас будет у всех у нас. У каждого из детей своя причина принять участие в мероприятии. Мне кажется, это сад памяти. Когда будешь приходить, можешь вспомнить, ну вот, можно увидеть свое дерево и вспоминать то, что ты был, ну, посадил это дерево. Я хочу посадить со своей подругой Настей дерево дружбы. И когда мы вырастем, мы сюда придем, будем за ним очень каждый из дней ухаживать. И оно вырастет очень большим и крепким. Я хочу вам сказать, берегите природу и никогда не мусорите, потому что мусора очень много. И могут заряжать наши леса и поля. А поля нам нужны, дерево нам воздух дочит. А все другие просто вырубают. Не надо вырубать дерево. Пусть они остаются целыми и живыми. Берегите природу, пожалуйста. По словам организаторов, за три года проведения акции в Магадане высадили порядка 500 деревьев. И несмотря на то, что цель достигнута и посажено 27 миллионов саженцев по всей стране, останавливаться на достигнутом не собираются. Озеленение продолжат уже в следующем году.